Мака перуанская, известная как мака, представляет собой съедобный корень, традиционно используемый из его предполагаемых свойств, как афродизиака, так и повышения фертильности. В исследованиях под острое пероральное введение гексанового экстракта маки наиболее эффективно улучшало параметры сексуальной активности у неопытных в половом отношении самцов-крыс. Пероральное введение липидного экстракта маки усиливало половую функцию мышей и крыс, о чем свидетельствовало увеличение числа полных интермиссий и числа сперматоположительных самок у нормальных мышей, уменьшение латентного периода эрекции. У самцов-крыс с эректильной дисфункцией. Кроме того, проявлялось улучшение активности ларгенина оксида азота, что было также связано с макой перуанской. Хронический прием маки не увеличил тревожность и в некоторой степени влиял на двигательную активность. Оказалось, что черная мака оказывает более благотворное влияние на количество сперматозоидов и подвижность придатка яичка после 42 дней лечения. Мака также показал эффективность в качестве средства для лечения дисфункции, возникающей из-за воздействия свинца. Кроме того, мака защищает сперматогенез за счет увеличения длины стадий 8, 9 и 11 и суточного количества сперматозоидов, что приводит к увеличению количества сперматозоидов эпидемии. Мака защищает сперматогенез за счет увеличения длины стадий 8, 9 и 11 и суточного количества сперматозоидов, что приводит к увеличению количества сперматозоидов эпидемии. Пероральное введение этилосататной фракции водно-спиртового экстракта черной маки в течение 7 дней оказало наиболее благотворное влияние на количество сперматозоидов эпидемии и суточное количество сперматозоидов по сравнению с другими фракциями. В клинических исследованиях мака повышала фертильность как у мужчин, так и у женщин. Улучшение полового влечения не было связано с изменениями гормонов гипофиза или половых желез. Мака не активирует рецепторы андрогенов и может фактически блокировать рецепторы андрогенов. Водный экстракт маки можно считать безопасным в дозах до 5 г экстракта на килограмм, что соответствует примерно 11 г сухих гиппокотелей на килограмм. Воздействие на репродуктивную физиологию можно наблюдать при 0,10 г экстракта на килограмм экстракта маки, что соответствует примерно 15,4 г сухих гиппокотелей для собаки весом 70 кг. Субтитры создавал DimaTorzok